Всем привет! С вами сегодня снова я, Виктория Крокус. Сегодня я снимаю видео о своих покупках в магазине FixPrice. Также вам покажу весь ассортимент канцелярии и еще некоторых интересных товаров, которые я там увидела. Так что оставайтесь со мной, приятного просмотра. Начнем, наверное, именно с обзора магазина, а потом я вам покажу мои покупки. FixPrice, который самый близкий к моему дому, всегда радует большим количеством товаров именно канцелярской направленности. В день, когда я пошла в FixPrice, у нас на улице было минус 40, так что я чуть не заморозилась, не превратилась в ледышку, пока дошла туда и обратно. Именные наклейки, всем могу такие посоветовать, для того, чтобы их клеить, например, на какие-то черновики или на другие тетрадки, блокноты. Большое разнообразие разных линеек и фигурных ручек. Пенал, он уже с мягким сквиши, вроде бы 79 рублей всего лишь стоил, но по качеству очень хороший. Вот такую коробочку можно приспосабливать для индекс-карточек. Если вы учите какие-то новые иностранные слова, можно раскладывать их по темам, например, приветствия, фрукты, овощи. Пенал бестселлер, я его вижу каждый раз, и каждый раз он говорит, что он просто суперудобный. Качественные подставки для книг, чтобы учиться дома. Я знаю, что меня смотрят очень много школьников и особенно выпускников, которые сейчас готовятся к ЕГЭ. Так как мы вступаем в рабочую неделю, закончились праздники, мне хотелось бы вам напомнить об очень полезном YouTube-канале «История с Элей Смит». На своем канале Эля проводит прямые эфиры на исторические темы и бесплатно помогает с подготовкой к ЕГЭ по истории. У нее есть очень много интересных и коротких видео с объяснением множества фактов из истории России. По теории, с мотивацией, лайфхаками для подготовки. Весь материал рассказывается не занудно, а простым языком с шутками и примерами современной жизни. Эля сдала ЕГЭ по истории на 100 баллов. Окончила исторический факультет Санкт-Петербургского государственного университета с отличием и в онлайн-образовании уже шестой год. За это время она подготовила 366 стобальников. Чтобы изучать историю занимательно, нужно всего лишь подписаться на канал. Ссылка будет внизу в описании. Набор карандашей в жестяных упаковках пишите в комментариях, кто уже пробовал. Я просто так много карандашей покупала уже в фикс-прайсе, что мне не хочется снова пробовать, так как я потом ими редко пользуюсь. Супер мягкие яркие ластики. Вот они мне тоже очень нравятся. Я такие покупала в прошлый раз в розовом цвете. Эти подставки тоже всегда там есть, но они удобные, чтобы на стол поставить. Мне особенно нравятся серебристые, больше чем черные. Линейка-браслет, красивая в розово-бирюзовом оттенке. Такие вот вещи можно покупать в фикс-прайсе. Ножницы, всякие клеи, ручки, набор гибких линеек. И там есть фигурные мишки. Можно их обвести, и у вас в ежедневнике или где-то еще будут мишки. Мне больше нравятся розово-фиолетовых цветах. Книжные закладки. Конечно же, я не могла пройти мимо. Я всегда покупаю в фикс-прайсе закладки. В прошлый раз я купила магнитные, но они были для меня не такие удобные. Вот стою, выбираю, какую взять. Потом в конце видео увидите, что же я в итоге выбрала. Стандартный набор, корректирующие ленты, точилки. Это все тоже можно покупать в фикс-прайсе, не боясь, они там очень хорошие. Так как это просто нормальные фирмы, которые тоже продаются в другом канцелярском магазине в любом. Карточки для заметок, фигурные ножницы. Я была удивлена этой цене, и мне даже было очень любопытно попробовать, насколько они хорошие или плохие, и рассказать вам. Такая красивая коробка листов для заметок. Там нарисованы мороженое. Я ожидала, что листки будут тоже или фигурные, или с изображением мороженого, но они оказались просто белые. Имейте это в виду. Я бы повелась и купила, это точно. Хорошо, что они были уже открыты, и мы посмотрели. В этот раз не было текстовых делителей пастельных оттенков, только яркие. Какой-то прикольный органайзер. Туда умещается 50 карандашей или ручек. Там три отделения внутри на молнии, и можно их просто хранить дома. Наверное, это удобно. И по качеству они такие, как клеенчатые, то есть очень даже неплохие. Небольшой спойлер. Я купила эти текстовые делители. Я думала, что они так украшены красивыми фруктиками, потому что они ароматизированные, но нет, они пахнут ничем или немного спиртом. Мне было бы очень интересно с вами обсудить, какую канцелярскую покупку из магазина FixPrice вы мне можете посоветовать. Ну и не только мне, а вообще моим подписчикам, что вы купили не зря, чем вы пользуетесь ежедневно. Может быть, я прошла мимо чего-то, что очень хорошее, и мне стоит вернуться. Вот, например, я хотела бы попробовать эти карандаши премиум. Но я понимаю, что если они опять будут посредственные, они просто у меня будут лежать, как и все мои прошлые карандаши, которые я покупала в FixPrice. Подставки для карандашей и ручек эстетичные, особенно голубая. Набор для творчества с какими-то прикольными трубками антистресс. Я вообще такого никогда не видела. Но это, наверное, больше для детей. Одна антистресс-ручка была, мороженое, сквиши, я ее вообще случайно увидела. Ну и давайте просто быстренько покажу вам блокноты, которые там были, ежедневники. Были с очень даже красивыми эстетичными обложками. Вот этот голубой мне понравился. Внутри они просто сделаны, как стандартные ежедневники, как были 20 лет назад. Скетчбук с хорошей бумагой, плотной, даже с крафтовыми листами. Блокноты, в этот раз с шедеврами из Третьяковской галереи, с красивыми картинами. Мне такое очень нравится. Книги для тех, кто предпочитает покупать книги в фикс-прайсе. Посмотрите, какой у нас ассортимент. Обычно их очень быстро разбирают, и я не могу найти ничего для себя полезного. Ну, а я обнаружила, что есть моя любимая сага семейная, Люсинда Райли. «Семь сестер», это, по-моему, вторая часть «Сестра ветра», но у меня она уже есть. Картины по номерам. Я никогда их в фикс-прайсе не покупала, так как у меня еще большой запас моих картин шиппер, но кто рисует, посмотрите, какие есть сюжеты и какие-то папки. Очень красивые декоративные коробочки с мини-блокнотиком, прищепочками, закладочками, пушистыми помпонами и ручкой. На подарок очень классно пойдет, особенно каким-то, ну, детям, которые учатся в младшем классе, но даже для меня это показалось очень интересным. И второй вариант с клубничками в блокнот. В новогоднем отделе почти все было распродано, что понятно, но я просто показала вам какие-то там наклейки очень быстро, какие были, и все. Получилось выцепить глазами рюкзак. Мне показался он стильным. 349 рублей, вельветовый, но он для девочек помладше. И гирлянды. Гирлянд было много, я, конечно, себе кое-что выбрала, потому что я никогда не могу пройти мимо фигурных красивых гирлянд. Вообще, по понятным причинам я сейчас стараюсь ничего для дома не покупать, поэтому я быстренько прошла эти отделы, и мне понравились баночки. Макарон для муки, для риса, для чая, кофе, сахар. 3D-носки. Напишите из четырех, какие вам нравятся больше. Мне медведи. Настало время показывать покупки. Все это у меня лежит в шопере. Первое, что я купила, это ножницы с фигурными лезвиями. Не то, чтобы они мне были нужны, мне просто очень хотелось проверить их качество, чтобы рассказать вам, так как 50, по-моему, 9 рублей за фигурные ножницы, это недорого. В Леонардо я покупала их намного дороже. Ну, качество там, конечно, было на высоте. Сейчас проверим эти. Вообще, когда я держу их за вот эти ушки, они кажутся довольно хрупкими, а вот это вот основание, оно уже покачественнее. Так, проверим на картоне. Вроде бы режет нормально. И даже видно узор. За 59 рублей стоит обратить на них внимание для декоративных каких-то задач, типа оформления личного дневника, вырезок, картинок и всего остального. И так намного интереснее, чем обычный прямой край. Набор двухсторонних текстовыделителей, 4 штуки. Они мне показались очень прикольными в виде мороженого. Хотя у меня этих текстовыделителей миллион, и, опять-таки, мне просто хотелось проверить их качество. Будто бы хорошего пластика, такие тяжеленькие. Проверим, чтобы все цвета писали. Флюоресцентные. Цвета приятные. Чувствуется, что свежие, и, скорее всего, их хватит еще надолго. Очень классно. Правда, для меня это что-то уже из летней коллекции. Странно покупать в январе. Купила себе подставку под канцелярию. Мне больше всего она понравилась в голубом цвете. 149 рублей, очень хорошая. Здесь можно положить ручки, карандаши, и здесь какие-то ластики, скрепки. Если вам будет интересно, давайте, наверное, в следующем видео я буду оформлять ее и немного менять оформление на рабочем столе. Сегодня не буду так подробно не рассказывать, но в целом она выглядит добротно. Я просто влюбилась в эти книжные закладки. Именно из-за того, что здесь есть бахрома снизу. Они напоминают мне закладки, которые я покупала на каком-то восточном рынке в Дубае, когда отдыхала. И поэтому я не могла пройти мимо. Сейчас попробуем потрогать. О, именно такой же мягкий материал. Такой, знаете, как ковер. За свою цену это просто супер покупка. Я обожаю такие закладки для книг. Я уже взяла розового цвета, потому что у меня в душе уже включилось ожидание весны. И вообще она мне показалась там самой нежной. Очень советую. Вот это, наверное, самая любимая моя покупка из сегодняшних всех. Гирлянда. Я не заходила в фикс прайс в декабре. У меня вообще не было на это времени. Но сейчас я обнаружила, что они все там, все еще там остались. Их достаточно много. Я взяла с шишками и елочками. 20 светодиодов. Уже вставила батарейки, проверила. Ну, просто очень красиво смотрится. Повесить куда-то на стол. Уже не новый год, но тем не менее, январь-февраль тоже почему бы и нет. 179 рублей она сейчас там по акциям. Всегда опасаюсь покупать какую-то косметику фикс прайс. Но подумала, что вот это вот вроде бы выглядит хорошим. Это маска корейская. Детокс с морковью. Соль для ванны морская. Вишня и миндаль. Еще был апельсиновый. Но я подумала, что апельсин как раз таки скорее всего может вызвать аллергию. А это такая нейтральная. Актерицидный пластырь. 20 штук. Для путешествий. Потому что все время натираются ноги. И захожу в аптеки, а там они, конечно же, не 55 рублей. Вакуумный пакет 50 на 60. Слышала давно, что хорошая вещь. Поэтому решила попробовать для чемодана. Из еды взяла морскую капусту. Обжаренную в кунжутном масле. Я не знаю, это то же самое, что водоросли нори или нет. Но я обожаю эти водоросли. Поэтому взяла такую морскую капусту. 9 листиков. Но на деле это, по-моему, 20 грамм или что-то около того. И мой любимый молочный коктейль. Банановый. Они сменили упаковку. Поэтому я думала, что его там нет. Но потом получше присмотрелась. И поняла, что они просто теперь выпускают это в белой упаковке. А не в желтой, как раньше. Но он такой же вкусный. Это было все. Надеюсь, видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!